Добрый вечер, в эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня у нас археологические раскопки книги. Станет ли книга в будущем археологическим артефактом? Исчезнут ли нынешние бумажные книги? Исчезнут ли в частности такие вещи, как книжные издательства, бумажные книжные издательства и книжные магазины, торгующие бумажными книгами? Мне кажется, что об этом интереснее всего поговорить с людьми, представляющими эти две части, эти два института, институции, многовыковые институции книжной индустрии. Это главный редактор издательства «Ман Иванов Фербер» Михаил Иванов. Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. И президент ООО «Торговый дом Библиоглобус» Борис Есенькин. Добрый вечер, Борис Есенькин. Добрый вечер. Ну, начнем сразу вот с этого такого уже много раз выдвигающегося предположения о том, что бумажная книга умирает, умрет, произойдет это в 2025-2030 году. Вы согласны с этими предсказаниями об отмирании бумажной книги? Знаете, мы проходили уже по истории очень много. Были театры, потом появилось кино, потом все это как бы телевидение, радио, теперь электронная книга, бумажная книга. Это мода, которая приходит и уходит, и все равно что-то остается. Я думаю, когда Федоров напечатал первые печатни, которые были, да, он никогда об этом не думал. Но самое главное, что книга всегда находилась в таком положении, когда ее уничтожали, истребляли. Но она выжила. И мне кажется, знаете, как вот вы представьте себе, что в вашем доме нет картин и нет бумажных книг, и везде стекло. Ну, к сожалению, все больше и больше домов таких. С картинами-то есть, да, с такими декоративными, а вот с книгами я боюсь, что у людей такая чисто декоративная полочка. Да? А это уютно будет вам в доме жить? Да нет, меня-то здесь не нужно агитировать за советскую власть. Но я боюсь, что тренд мировой, ну, не мировой, но, так скажем, то, что пришло с рынком, книга воспринимается больше как элемент интерьера, а не как часть вот этого внутреннего тепла и атмосферы дома. Как бы мне тяжело это ни было самому признавать. Вы знаете, тем не менее, тем не менее, да, вот я наблюдаю такую картину, когда Рублевка, да, она тоже как бы раньше смотрела, да что это надо? А дети же, дети, внуки, как они будут без книг-то? Это тоже электронный носитель, да, моя внучка вот тоже, она там уже там что-то печатает, что-то делает, да, а без книг-то все равно, это не обойдешься. Ну, я согласен здесь, конечно, с Борисом Есенькиным, по крайней мере, я думаю, мы об этом еще поговорим, с этической точки зрения, с эстетической точки зрения необходимость бумажной книги, да, как носитель некой энергетики, как носитель некого какого-то, создатель намоленного пространства книжного. Но вот Михаил Иванов уже почти пять лет назад написал такой очень интересный текст «Будущее книжной индустрии», где он пишет, что все равно все рано или поздно займут электронные книги. Михаил, вот прошло почти пять лет, вы остаетесь по-прежнему таким же электронным оптимистом? Действительно, с уходом, с приходом телевидения театр не умер, но объем бизнеса, который в театральной индустрии, он просто не сопоставим с объемом бизнесом в индустрии кино. Также сначала были сигары, а потом уже появились сигареты, и сигареты доминируют на рынке, а сигары — это небольшой сегмент, который потребляют только ценители. Мне кажется, что в длинной перспективе действительно значимая часть книг перейдет в цифру. Но здесь мы не должны путать тип носителя, эта цифра или бумага, или что-то еще с самой книгой, потому что в свое время фильмы или музыку слушали на бобинах, потом на кассетах, потом на CD, теперь скачивают. Но это не значит, что студии, которые производят фильмы, например, голливудские студии, они умерли. Нет, они не умерли, просто и так же книги не умрут. Здесь есть разные типы, с одной стороны носители, а с другой стороны контента. Книга, она все равно будет существовать в том или ином виде, может быть, она будет изменяться. А разве носитель не связан с контентом в случае книги? Вот это физическое присутствие, что книга должна какой-то вес иметь, чисто физически? Не всегда, я бы здесь тоже поговорил, есть разные типы сегментов. Мы обсуждали до эфира, что, например, словари, словари — это же тоже книга, словари, справочники, они уже давно перешли в цифровой формат. То есть карты, и был раньше целый магазин, который каркавал карты, не знаю, остался ли он сейчас или не остался. На Кузнецком, кстати. Нет, закрылся на Кузнецком, да, этот карты? Просто я помню, когда я покупал очень много таких вот, то, что в машину кладешь карты города Москвы, чтобы добраться из одного конца в другой, и тиражи были колоссальные, я думаю, что по несколько миллионов в год продавали. Сейчас есть навигаторы, ты даже забыл, как физически, я думаю, что молодое поколение не знает, как добраться из одного места в другое место, посмотрев по старому атласу, атласу города Москвы. Поэтому я думаю, что в разных фигментах будет происходить по-разному. Например, в подарочных книгах, подарочные книги, сами по себе, выполняющие функцию подарка, эстетически очень удобного предмета, я думаю, что они продолжат долго жить. Детские книги физические, в которых есть тактильные ощущения, где ребенок должен что-то погладить, засунуть куда-нибудь пальчик, тоже долго останутся. А книги, в которых чисто текстовые книги, я думаю, что чем дальше, тем больше они будут переходить в цифру. И это будет именно электронная книга? Или это какой-то, может быть, другой новый облачный формат? Как будет выглядеть цифровая книга будущего? Ну, опять же, если это чисто текстовая книжка, то она так и останется текстовая книжка. С другой стороны, путеводители. Уже сейчас есть целые большие эксперименты с путеводителями, где происходит геолокация. Ты вместе с девайсом определяешь, девайс твой определяет, где ты находишься, и тебе рекомендуют что-то, исходя из твоих предпочтений. И это является своего рода путеводителем, который в том числе генерируется за счет контента, который создают другие пользователи. Все зависит от типа книжки, типа литературы, художественной литературы, в которой просто текстовый текст. Мне кажется, она очень легко переносится в цифру. Я сам, я читаю как с бумаги, так и с цифры. С экрана. С экрана. То есть я читаю с iPad. А что, скажем, в рамках вашего издательства сейчас? Какое соотношение аналоговой книги и цифровой? Ну, на сегодняшний день в наших продажах около 5%, от 5 до 7% книг по году будет продающихся в электронном виде. И при этом мы делаем значимые усилия. Я думаю, что немногие издательства делают такое большое количество усилий по работе с этим каналом. То есть у большинства будет в рамках одного процента? Я думаю, что это исчезающий у большинства издательств будет, потому что они считают, что это настолько маленький процент, что не стоит из-за него заниматься. И есть плюс проблемы с пиратством. В России потребление цифрового контента уже примерно такое же, как в США. Если зайти в метро, то вы увидите огромное количество людей с ридерами. Но сколько людей из них реально покупают контент, а не скачивают контент, это большой вопрос. То есть по нашим оценкам сейчас доля легального цифрового контента меньше 1% в продажах от доли бумажного контента, то, что выходит на бумаге. А, скажем, у мировых лидеров какая доля цифровых книг в США? Опять же, все сильно-сильно зависят от сегмента, но там от 25 до 35% уже в цифровом виде. Не так давно, года 2 назад, Амазон сказал, что он впервые 2 года уже назад продал больше цифровых книг, чем физически бумажных. Борис Семенович, а у вас как в этом обстоит? Вы как-то выходите в цифровой сегмент? Вы знаете, давайте с вами так, что мы как бы еще раз вернусь, что когда мы опять говорим о книге, мы говорим о том, как наполнить духовность человека. Чем? Электронной книгой или экраном? Вот вы же, мы с вами постоянно общаемся, в экраном смотрим, да, запоминание какое идет. Книга почему бумажная сумма по себе хранится? С ней можно работать. Еще Ленин что-то писал, я лично с книгой работаю, пишу, записываю, выписываю, да. Этот элемент здесь очень сложно с экраном. И то, что, знаете, здесь же все зависит от личности, от его восприятия, от его элемента, к чему он располагает. Видите ли, действительно у нас очень много информации различного плана. Исходя из этого, как ее сжать, как получить доступ к этой информации, как повысить свой уровень интеллекта, как создать значимость своей фигуры за счет вот этого, да. И беспомощнику здесь трудно просто обойтись. Исходя из этого, электронная книга, да, и заказы есть, и мы работаем с этим, да. И также, вот как говорят и в Америке, там тоже падает, где-то падает, поднимается. Все равно где-то оно уравновесится. Электронная книга будет, конечно. Это нормальное явление, это информационно, да. Вы знаете, ну карты у нас покупают, справочники покупают, потому что человек, когда едет куда-то отдыхать, он все равно, да, что это есть, что это, но это, знаете, моя точка зрения, это другой формат. Этот формат и этот формат. То есть они не будут друг с другом в результате перекрещиваться, это разные типы потребления. Вы знаете, да, совершенно верно. Они друг друга как бы, они перекрещиваются, вы знаете, но каждый выбирает себе тот формат, который ему удобнее. Вот это очень важный момент. Мы говорим о том, что как наполнить себя для того, чтобы выжить в различной ситуации, в которой мы находимся. Мир находится в таком будораживающем состоянии, и мы должны получать информацию по деньгам, куда поехать, не поехать, там, в Турцию не ездить, там, в Египет не ездить, да. Это все элементы, мы должны это знать. Это необходимо. Это информационное обеспечение, которое должно быть. А теперь мы о другом говорим. Наполнить себя. Наполнить себя, чтобы я мог вести диалог с ребенком, непосредственно со внучкой, чтобы я рассказывал, и у нас был один диалог. Мы не хотим вернуться в 19-е время, повторяюсь. Это очень важный сегмент. Мы не должны туда уйти. Мы на другом уровне, 21-й век. Информационно мы себя должны обеспечить. И я думаю, что здесь важный сегмент, что нам рекомендуют. Вот это очень важно. И когда мы говорим, что 100 книг надо читать, без классики же нельзя. А это список 100 книг знаменитых? Да, да, да. Нельзя же без Толстого, нельзя без Куприна. Это же действительно, это шедевр, это наполнение всего наше. Но вопрос в том, в каком формате ваша внучка прочитает «Войну и мир». Будут это старые дома из домашней библиотеки, или будет некая интерактивная вещь, где она будет отстраивать связи между семьями. Да, да, да. Вы знаете, здесь вот какая вещь. Человек, он, как знаете, он такой же, куда его поведешь? Он тоже, стадные чувства существуют же у него, однозначно. И поэтому папа вот не читает, здесь же еще беда в чем. Родители перестали читать. Это тоже фрагмент, который есть. А дети же, они как обезьянки. Они смотрят, родители, это не надо вроде бы, ну и мне не нужно будет. В школе немножко по-другому работает. Там ты должен самообразованием заниматься. То есть тот элемент, когда я помню себя, вот я, помните? Юность. Я на ней воспитывал. Я на ней жил. Это элементы, которые были. Это потеряно. Я до сих пор вижу, что Акуджава здесь кто-то есть, да? И я думаю, что мы прекрасно понимаем, что общество может деградировать. Пашкультура, этика во взаимоотношениях. Оно должно что-то быть. Знаете, по телевидению я увидел здесь, как подавать визитки. Знаете? Почему? Действительно, а мы умеем вот это. Нас к этому приучили. На школе, в детском садике, в институте. И это уже не обучают. А где я могу это взять? И в интернете этого нет. Там есть. И получение. Ну, в интернете, я думаю, есть все. Вообще существуют ли такие вещи, которые есть в... Я имею в виду сама информация, да? Не ее носитель, да? Там не книга Гутенберга, да? Не Инкунабула какая-нибудь. А именно, сама информация в интернете, наверное, есть все. Мы с вами согласны, что в интернете есть и плохое, и есть хорошее. Можно научиться уйти в нехорошее, а можно пойти в хорошее. Нет, ну, понятно, что мир книги, он гораздо большую дает иерархию и понимание о том, что есть такое хорошее, что такое плохо. Да, да. Это дает некую нормативность. Да. Михаил, а вот как вы считаете, то, что с переходом книги в цифру исчезает некая, так сказать, табель о рангах? Исчезает понятие о том, что хорошо, что качественно. Человек начинает публиковать себя сам, используя готовые платформы. И при этом исчезает некий критерий редактуры, качества. Ну, я в этом не вижу ничего плохого. То есть здесь мы находимся сейчас в мире, где очень легко себя опубликовать. И в одной из наших недавно изданных книг «Новый цифровой мир» бывший руководитель Гугла Эрик Шмидт интересную дал статистику, что за два дня, в текущих два дня мы создаем столько информации, сколько все человечество от начала своих дней до 2003 года. То есть количество информации, которое есть, колоссальное. Как не соблюдиться в этом потоке информации? У тебя есть какие-то ориентиры. Если ты доверяешь издательству, которое издает, редактирует и выпускает эти книжки, то ты с большей степенью охотой покупаешь его книжки. Если ты не смотришь на незнакомого автора, у тебя время, то это твой самый ценный ресурс. Ты, безусловно, можешь найти огромное количество контента, который ты можешь где-то бесплатно, где-то платно скачать в интернете. Но что читать и что ты веришь? Вот здесь в этом смысле есть некий знак качества, который ставит издательство. Здесь, кстати, еще очень интересный факт, связанный с рекомендательными сервисами. Например, если ты покупаешь в Амазоне и в Кингле довольно много книг, то тебе могут говорить о том, что те люди, которые покупают эту книгу, скорее покупают другую книгу и могут тебе рекомендовать. Потому что сейчас издается так много книг, что иногда ты думаешь, а что бы почитать? Смотришь, приходишь в книжный магазин, а там на тебя смотрят 40-50 тысяч наименований книжек. Есть, например, авторы, которых я всегда все новые книжки покупаю. Я покупаю, например, все, что уходит у Лицкой, все, что уходит у Пелевина. Я покупаю. Но одна книжка в год, одна книжка в несколько лет. А у меня есть большая потребность. На меня смотрят много авторов, которых я ничего не знаю. Я не знаю, покупать мне их или не покупать. То есть есть вопрос, такая еще роль книжного сомелья. То есть того, кто тебе порекомендует, что тебе нужно почитать после этой книжки. И в этом отношении интернет и его рекомендательные дванольные способности, они, конечно, дают большие возможности. Да, потому что они позволяют сэкономить самое ценное, что у тебя есть время. Ну что ж, продолжим наш разговор о роли интернета, о роли электронной книги в книгоиздании после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергея Медведева. Говорим сегодня о будущих книг, о будущих книгоиздания с главным редактором издательства Ман Иванова, Фербер Михаилом Ивановым и президентом торгового дома «Библиоглобус» Борисом Есенькиным. Насколько меняется книжная индустрия? Насколько вообще останутся традиционные издательства, традиционные книжные магазины, библиотеки с возникновением электронных книг? Вот этот вопрос хочу задать. Будущее, какое будущее ждет издательство? Книжное издательство. Если сейчас уже появляются некие платформы, универсальные платформы, которые позволяют людям выкинуть издателя, публиковать книги самому, сделать аутсорсинг, редактуры, верстки какой-нибудь индийской фирмы и затем уже опубликовать готовую вещь самому. Что тогда будет делать издательство? Ну, здесь может просто сейчас издательство работает как инвестиционная компания. Когда вы приходите к нам со своей рукопищей, мы знаем, сколько нужно денег, чтобы... сделать из этой рукописи книжку. То есть у нас есть прямые издержки на книжку, есть косвенные издержки на книжку, и мы представляем себе, сколько нужно инвестировать. Мы очень сложно можем предсказать, сколько мы продадим книжки. Конечно, есть предыдущая статистика, есть некоторые наши ожидания, но точность предсказаний всегда не очень велика, потому что есть некая мода. И даже у больших авторов случаются взлеты и падения. И сейчас мы работаем как инвестиционная компания. Власть может и модель может поменяться. Если приходит большой автор, он говорит, знаете, я не хочу, чтобы вы работали как инвестиционная компания и продавать вам права, я хочу, чтобы вы мне оказали услуги. Вот есть физические услуги. В Индии вряд ли сделают хорошую лектуру и корректуру, по крайней мере, для русского языка. Но в Индии могут сверстать, сделать обложку и перевести книжку в e-pub. Но большие авторы уже сейчас, например, они не продают электронные права издательства. Например, Стивен Кинг не продает электронные права издательства. Но ему не хочется заниматься с бумажными изданиями. Все равно пока это 75%. Он говорит, вы занимаетесь бумажными всеми, то есть с типографиями, дистрибуцией, продажей. И вот мой гонорар. А электронные права я оставлю сам за собой. И поэтому роль издательства может меняться. То есть роль издательства превращается, с одной стороны, в компании, которая оказывает услуги по... То есть авторы платят издательствам, а не издательства платят авторам. Они могут платить за услуги по редактуре, корректуре, при всей припечатанной подготовке. И с другой стороны, по продвижению книжек. То есть издательства могут превратиться в своего рода агентство по продвижению авторов. Потому что все-таки автор, если это не профессиональный писатель, такой как Борис Акунин, он... Не очень многие авторы могут себе позволить заработать, ну, зарабатывать на книгах. Такие даже авторы, как Быков, он живет не за счет книг. И поэтому издательства в этом смысле могут оказывать ему услуги по продвижению книг. Потому что, во-первых, у него нет времени на это. Так что модель может поменяться. То есть сейчас не издатель платит автору с количеством проданных экземпляров, а автор платит издателю и как бы живет со своей славой. Дальше он уже начинает зарабатывать какими-то телевизионными программами, учебными курсами, лекциями и так далее. За счет того, что издал. Да, сейчас модель примерно такая. Но может быть обратная, когда, если все эти платформы позволят ему достаточно зарабатывать, он приходит и заказывает услуги по предпечатной подготовке и продвижению. То есть эта модель может сработать, может быть, не завтра, но уже послезавтра и с большими авторами. Потому что такие авторы, как Акунин, по сути, они сейчас сами все делают. Для них издательства, с которыми они работают, они могут легко перейти из одного издательства в другое издательство, переложив часть работы по печатным книгам и часть рисков. Борис Семенович, а книжный магазин в этой схеме какую роль играет? Что он делает для этого автора в новой системе? Ну, давайте с вами так, что все названия книжный магазин, оно изменится. Это будет центр культуры, информации, общения, услуг. И в этом плане то, что мы говорим об авторе, да, он свободный художник. Это на самом деле так, и это нормально, это естественно, да. Мы говорим о авторском праве. Это серьезный аргумент, который должен иметь начальную основу о том, что это частная собственность. Это очень важный фрагмент. К сожалению, пока все это находится в таком пространном состоянии, да, наверное, когда это трясется, что это выстроится, да, наверное, когда это будет информационная платформа, каждый из нас заходит туда, что это спрашивает или рекомендует, да. Да, авторы к нам приходят. Приходят так и так. Так вот, мне вот есть, мне нужно пять экземпляров напечатать. Хорошо, нет проблем. Давайте, редактор есть, есть принт-демант. Через три-четыре дня мы можем выложить эти пять книг. Это, в общем-то, естественно и как бы нормальное явление. Это один из процессов, когда человек сам себя, я хочу сам. И издатель уже не возьмет делать пять книг. Ему это неудобно. В общем-то, это полиграфия, это редактор. И, вероятно, редактор переместится тоже в облако или на информационную площадку, где они будут стыковаться и принимать определенные решения. Это услуга. Один хочет получить книгу, другой помогает, показывает услугу. Так и библиоглобус вполне реально. Он также, мы и занимаемся издательской деятельностью, ну, в таких малых масштабах. То есть, есть принт-демант, есть электронная версия. Все существует, и здесь все так будет переплетаться, что трудно сказать. То есть, здесь мы понимаем, о чем? Комплекс услуг, кто лучше, качественнее и быстрее это сделает для меня. Это может быть разное. Не только книга, это что это еще, какая-то рукопись, это еще что-то такое. Надо кому-нибудь подарить, кому-то написать, чтобы подпись была. В магазине очень много различных презентаций. И автор сам иногда без издательств приходит, говорит, так и так, вот я хочу у вас провести презентацию. Он говорит, нет вопросов, пожалуйста. Ну да, это я, как человек, работающий по соседству с Библиоглобусом, постоянно могу сказать, что, конечно, проходя мимо вас, заходя регулярно, вот я вижу, что, конечно, роль книжного магазина очень сильно изменилась. Это некий клуб, культурный центр. И это далеко не только чистая продажа книг. Хорошо, но а какое будущее вообще ждет книжные, традиционные книжные магазины в эпоху Амазона? В какой степени Амазон и Бей электронная торговля меняют ваши представления? Вы знаете, вот то, что ВТО, то, что действительно мы пока не до конца еще воспринимаем, приход из-за рубежа, я бы сказал, монстров различного плана. Ведь Амазон же в Россию сейчас приходит. Да, 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 я поэтому сейчас и говорю, да, которые будут, я бы сказал так, будем говорить так, у нас в издательстве у нас будет книга стоить 5 рублей, а у нее будет 3 рубля стоить. Это факт, это на самом деле так, это такие дистрибуции, которые будут, это будет опускание, да, и к этому просто надо готовиться. И мне кажется, здесь как раз и есть, играет роль это технологичность, информационная технологичность каждого предприятия, каждого издателя, прежде всего, в том числе и библиоглобуса. То, что книжные магазины поменяют свой формат, и здесь какое-то произойдет и слияние библиотека и как бы торговые предприятия. Они как бы будут здесь услуга. Библиотека сейчас, она тоже находится в очень сложном положении, и здесь формат это должен быть. И мне кажется, здесь и почта может играть определенную роль, так как бывает в определенных пунктах нет магазинов, нет библиотек, но есть почта, и она вполне может сыграть роль культурного центра или культурной, то есть просто информации, которую могу там получить. Может нет телевидения, нет радио, еще что-то такое. На самом деле так. Так как, если мы окунемся от Москвы до Владивостока, идет потеря книжных магазинов, идет ненасыщение библиотек современной литературы. Это пробел очень-очень серьезный, и поэтому здесь в этом плане электронная информация, она должна сыграть определенную роль. Если почта вот к этому прикоснулась бы, если бы она взяла на себе вот эту форму информационную, это было бы уже неплохо. Тогда бы на периферии... Ну, хорошо, только, знаете, не хочется, не нынешняя почта России как-то вот такие. Не хочется им еще отдавать книги, книгную торговлю в руки. Ну, вроде бы там сейчас, да, но в Великобритании там многое поменяется. У нас в Черябинске работает Библию, Глобус, это тоже неплохо. Это франчиза, которую мы сделали, это путь, по которому мы должны пойти, это нормальное явление, что... Ну, выживут, наверное, только крупные сети, да, потому что судьба мелкого, маленького книжного магазина, в любом случае, за пределами мегаполиса, они обречены. Да, обречены. К сожалению, это факт. Потому что даже, скажем, глядя на крупные рынки, на Америку, я понимаю, что там, ну, хорошо, в Нью-Йорке могут какие-то антикварные книжные лавочки выжить, там, может быть, какой-нибудь Shakespeare and Company выжить, но, собственно, глядя за пределами мегаполисов, это вот, ну, что Borders, большой магазин Barnes & Noble в пределах большого шоппинг-молла, то есть в любом случае выживут сети. А посмотри, что интересно, мы сейчас говорим и забываем, что еще есть вторичный рынок, антикварные и только книги, есть еще много сопутствующих товаров, марка, картины, гравюры, это все придет, это как раз и есть определенный элемент, который также начнет вмешиваться. Поверьте мне, что, к сожалению, у нас вторичный рынок, я его так называю, да, он у нас по-настоящему не развит, это у него все впереди. Это один из элементов, который будет востребован. На нашем уровне вскопилось очень много вот этого материала, от бабушек, от дедушек, да, который лежит, невостребованный, но уже идет вот этот элемент, да, и мы открываем кафедру при университете печати, кафедра, которая будет персонально готовить непосредственно там бакалавры, да, где два года они занимаются, и два года они будут как раз изучать, или будет как раз тех специалистов, которых не хватает для этого рынка. Это тоже один из элементов. Чувствуете, это уже вот то же, что мы как бы прогнозируем, то, что мы как бы видим, ощущаем это. Михаил, а для вас насколько важно сотрудничество с книжными магазинами? Ведь в эпоху электронной торговли не проще ли вам, собственно, уменьшить транзакционные издержки? Вы достаточно много продаете через сайт. Скажем, покупая ваши книги, я довольно часто делаю это через ваш сайт, а не иду в книжный магазин, где на него будет наценка. Мы очень ценим наше сотрудничество, в том числе один Библиоглобус, один из наших самых больших клиентов, и все-таки в магазинах, что, например, вы не можете сделать в интернете? Вы не можете получить подписанную книгу автором, поговорить с автором, встретиться с автором, поговорить с продавцом. Библиоглобус очень квалифицированные продавцы, когда ты приходишь, ты не знаешь, что тебе почитать. И ты спрашиваешь, и в каждом отделе есть человек, который вот это тоже самый книжный сомелье. В интернете ты можешь, конечно, почитать отзывы, но часто отзывы тебе не дают точного представления. Поэтому мы очень ценим наше сотрудничество с Библиоглобусом и с другими крупными магазинами. И в целом я могу сказать так, что Библиоглобус за счет своей технологичности и умения работать с книгами, он никак не падает с точки зрения продаж. А проблема, то есть я бы сказал так, что там есть такая вопиющая цифра, с одной стороны, что количество книжных магазинов в России сейчас их меньше, чем было в 1913 году, то есть 100 лет назад. Но, с другой стороны, в 1913 году не было магазинов электронных книг, не было просто магазинов, которые крупные, интернет-магазины, магазины книг. Но есть вопиющие случаи, когда в крупных городах, в которых 500 тысяч человек, типа Липецка, нет большого книжного магазина, есть очень маленькие, маленькие такие развалы, в которых люди что-то покупают. И это, конечно, очень непростая ситуация. Представляете, 500 тысяч населения, это большой город, в котором нет возможности, но это такое обеднение культурное. Ты, конечно, можешь заказать все в интернете, но ты представь, что тебе нужно сделать какие-то усилия, посмотреть, подумать, найти эту книгу и заказать ее в интернете. И мне кажется, это для Липецкой области, ну, не будем говорить про для какой, вот это целая большая проблема для области. Я недавно читал интересное исследование о том, что преступность можно вышлить по некоторым факторам. Например, те люди, которые учились в музыкальной школе, нет в колониях, в детских колониях, нет людей, которые учились в музыкальной школе. Интересно. И, соответственно, можно, соответственно, открывать музыкальные школы и закрывать колонии. Ну, то есть, такое впредельное, впредельное. И по количеству преступлений можно смотреть по тому, что читают дети, их сколько, и что дети читают в возрасте 10-12 лет. Если они не читают 10-12 лет, то вероятность их попасть в тюрьму значимо выше, чем тех детей, которые читают. И это обязанность, на самом деле, вот здесь такая совместная, и ребенка, и родителя, потому что 10-12 лет – это уже довольно большой возраст. И если просто нет книжных магазинов, а есть, например, магазины, это же такая, аренда для всех одинаковая, нет никакой годной аренды. И если нет книжного магазина, туда придет магазин, не знаю, по торговле одеждой, по торговле спиртным, по торговле еще чему-то. И человек же очень простое существо. Он идет, смотрит, ну, что купить. Ну, и купит это. А если бы там были книги? А нет никакой государственной программы книг, как социально значимый товар? Я сейчас не могу вспомнить, но у нас здесь был разговор с Михаилом Сеславинским в этой же студии. И шла речь, по-моему, о том, что существует, по крайней мере, на уровне издательств, я не знаю, на уровне книжных магазинов, именно государственные дотации для того, чтобы вот эти вот культурные институции оставались на плаву. Это существует? Это вам что-то об этом известно? Нет, я не слышал. Я такого не слышал. Буквально недавно была встреча президента с писателями, и там был понят вопрос по поводу книжных магазинов, можно ли по какой-то льготной аренде для книжных магазинов. Ну, президент сказал, это бизнес. Сказали, бизнес. Ну, тогда будем действовать по законам бизнеса. То есть никакой льготы у книжных магазинов нет. И я думаю, что такие культовые магазины, как Библиоглобус, они в любом случае останутся. Потому что это исторически, куда люди ходят 50-60 лет, и там даже, по-моему, в метро написано, выход к Библиоглобусу. Да, совершенно точно. То есть это такая как-то географическая точка, которую ты знаешь. Лендмарк, то, что называется, да. Ну, несколько магазинов. В Москве это Москва, наверное, Библиоглобус, Дом книги. Даже не знаю, какие еще в Москве можно назвать крупные. Молодая гвардия. Молодая гвардия. Пожалуй, да. Но они, кстати, у них у всех разная динамика. Библиоглобус, по нашим книгам, могу сказать, самая лучшая динамика. То есть они не боятся интернета. Они с ним работают, и в том числе можно купить через интернет на Библиоглобусы. Можно купить точно так же, как в любом другом интернет-магазине. То есть они как-то не боятся этого цунами, они его используют. А вы сколько продаете через интернет, а сколько через книжные магазины? Ну, вот я буквально вчера смотрел статистику. У нас уже половина, то есть 50 на 50 мы продаем через интернет и через физические книжные магазины. Ну, вы, наверное, пионер в этой области. Ну, просто у нас такая... Как издательство. Ну, наверное, мы просто какое-то... Одно время мы поняли, что все наши читатели, у них уже давно есть электронный адрес, у них есть возможность до них как-то достучаться. И в целом мы не говорим им «Придите в этот магазин или придите в тот магазин». Мы постараемся им рассказать, что такая книга есть, а люди в какой-то магазин сами приходят. У меня есть скидочная карточка Библиоглобуса, и Библиоглобус мне присылает напоминание «День книгачей». Там большая скидка. Вот обратите внимание, это как раз социальная программа, она вместе с издательствами, она существует. У нас огромное количество тех, кому... Это удобный фрагмент. Мы сейчас будем делать кабинеты каждого, да, и мы будем в форум общаться будем, когда «А что вы изволите? Что вам надо?» А мы это будем спрашивать. «Что вы хотите?» Вот мы к чему подходим. Вот этот фрагмент, который есть, обратите внимание, это издатель, который приходит, и он смотрит, надо ему или не надо. А потом будет он наполняться определенной литературой, да, дедушка, бабушка, внук, да, что «Изволите?» Именно по этому принципу мы стараемся сейчас выстроить вот это все. Социальная программа, 25% скидки. Это серьезно? Это большая скидка. 25% – это большая очень скидка. Это 25% кому? Это клубная карта. По клубной карте, это что получается? Да, да, да. Ну и в целом, например, для нас очень важна информация, Библиоглобус, он колоссальный владелец информации о том, об интересах людей. То есть для нас это очень ценная информация, и мы сотрудничаем с Библиоглобусом, мы у них всегда спрашиваем, а что вы рекомендуете нам издать? Вот какая есть сейчас горячая тема? Вот мы опять к этому пришли. Что мы должны прикинуть? Мы должны чувствовать, не потакать, а чувствовать происходящее. Вот вы когда-то сказали о музыкантах, да, чувствуете, да, если в душе здесь вот это наполнение есть, вот оно совсем по-другому человеку. Он никогда в тюрьму не попадет. Абсолютно точно. И поэтому, если мы будем работать с каждым, кто хотел получить информацию, да, вот это и есть элемент, наполнение, которое... Чисто получил информацию, это уже информация, она положительная. Вот элементарная вещь. Посмотрите. Вот как мы работаем. Это кто издал? Искусство говорить и слушать. Да, это изумительная вещь. Я написал туда... Вот, Джефф. Отзыв написал. И вот сейчас я, вот видите, как работаю теперь. Библиотека дядюшки Библии Глоуса. Да, совершенно точно рекомендует. Вот, пожалуйста, вам еще одна вещь такая тоже. Как стать, найти себя. Секреты Микеланджело. Да, совершенно верно. Вот, пожалуйста. Вот эти вот вкрапления, они очень многое дают. Ну да, здесь меня это, конечно, убеждает в необходимости таких людей. Вот то, что вы говорите, сомелье, человек, находящийся между, да, между производителем и потребителем вина. Вот сети так не работают. Между автором и читателем книги. То есть мы же работаем с разными сетями, которые производят книжки у сетей, очень технологические. То есть они, у них есть компьютер, который рассчитывает. Им все равно чем торговать. И поэтому в сетях вы не найдете такое, что называется personal touch, отношение к читателям и к издателям в том числе. Потому что сети очень коммерчески ориентированы. И в целом они ориентированы только практически на массовую литературу. Их формат, их формат по количеству метров, которые у них есть, он ориентирован на то, что продается. И более того, я на что обращаю внимание, категория книг в сетях сжимается. Вот это вот, кстати, обратный совершенно закон тому, что вот это вот длинный хвост. То, что Амазон открыл, закон Амазона. То, что они продают все большее количество маленьких тиражей книг. Потому что у них как бы вот этот бесконечный склад. И бесконечно можно доставлять малые, маловостребованные книги. Это очень важно. Обратите внимание, что вот сейчас произошло. Мы говорим о чем. Вот посмотрите. Библиоглобус никому не отказывает. Ни одному издательству, ни одному автору. У нас есть две формы. Все, что издается в России, должно быть в библиоглобусе. Вот теперь два формата. Это физическое наполнение библиоглобуса и... Электронный. Совершенно точно. Вот два формата. Практически интересный сегодня случай был. Один предприниматель говорит, слушай, мне нужно, я говорю, в Сочи мне нужна книга по предпринимательству. Но не сегодня, позавчера. И мы нашли ему ни книгу. Мы ему напечатали, нашли в одной из библиотек, вот рядом, Плехановка, Плешка. Там нашли. Вот это наша задача. Найти, что вам надо. И мы нашли его. Ну, он просто был в восторге. Подождите, вы нашли эту книгу в библиотеке. И что вы с ней сделали? Как? Мы распечатали ее. Там заплатили небольшие деньги. Распечатали ее так. И отдали ему вот в таком виде. Он говорит, ой, спасибо. Ему это нужно было. Ему нужно внутро. Ему не формат книги, а внутро. Он ее получил. Вот что требует сейчас для каждого из нас. Часто бывает. Не книга сама, а внутро. Он должен вот это сам по себе. Ему безразлично, как она печатана. Мы продолжим наш разговор о будущем книгоиздания после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергея Медведева. Говорим сегодня с главным редактором издательства «Ман Иванов и Фербер» Михаилом Ивановым и президентом торгового дома «Библиоглобус» Борисом Есенькиным. Говорил о будущем книгоиздания. И о будущем, может быть, конкретно поговорим более о российском. Самая читающая в мире страна. Насколько у нас вообще сейчас остаются привычки чтения в России? Вот я не знаю, если смотреть по, там, я не знаю, с моей кочки, да, каждый там кулик в своем болоте. Вот был недавно я на декабрьской нон-фикшен ярмарке. И, естественно, так сказать, я вижу огромный интерес вращения людей. Но насколько это все можно спровоцировать, вот этот интерес к бумажной книге, интерес к чтению шире на страну? Знаете, я бы сейчас так бы выразил вот эту форму. К сожалению, у нас всего три ярмарки в Москве. Весеннее и осеннее, да? И вот нон-фикшен. Представляете? Ну, в общем-то, где-то прозвучало там, что на этой встрече с писателями, с издателями, да, что это бизнес, и может, мы не будем в то вмешиваться. Это на самом деле так, и, к сожалению, вот сейчас, вы знаете, закрывается российская книжная палата. С моей точки зрения, я к этому очень глубоко занимаюсь стандартами, форматами, да. Я этого не понимаю. Это коллекционирование, это книги, которые постоянно приходят, у них огромный... Это каталогизация, это присвоение номеров. Да, да, да. Это как, собственно, все равно, что, я не знаю, в мореплавании взятые возьмут, отменят лотцы. Паспорт книги, абсолютно точно. Вы знаете, это определенный элемент, который, ну, это потрясение. Именно для, не для книжного бизнеса даже, это, в общем-то, национальный продукт. Для национальной культуры. Да, да, да. Это исторический срез. В алфавит. Да. И здесь вот какая вещь, что мы говорим, что, к сожалению, ну, посмотрите телевидение, ну, пятый канал что-то пробует, да, там, что это книги. А вот этого же нет по-настоящему. Я говорю, вспоминаю, Прокофьев, Петя и Волк, да. Это такое произведение, заседуй меня. Это просто, ну, если этого мальчик не знает, это плохо. Ну, я вспоминаю свою первую книжку, да, «Городок в табакерке». Это фантастика доевская. Вот такие вещи, они, вот, мы не слышим. Моя точка зрения, для того, чтобы общество немножко поменяло свое видение, свои понимания, понимают все катаклизмы, вот, вперед-назад, вот, это все происходит, опять спад вверх, у них сбербанки, там, это, это все понятно. Но человек должен оставаться личностью. Он же должен, внутренне что-то должно быть, у него должно быть желание, желание работать, трудиться, сделать себя, семью обустроить, да. Ну, без этого, без вот этого всего сложно же будет. И мне кажется, здесь мало мы, я не говорю о пропаганде, да, я говорю о том, что мы должны об этом постоянно говорить, да, и в эфире, вот вы сейчас, вот это, это же большое дело, то, что есть. А вот так, если посмотреть, посмотреть телевидение, сколько мало уделяет внимания. В школах, вот это, знаете, я был в Финляндии, Норвегии, Дании. В каждой школе, в каждой школе, у них даже на подстанции, где бензином заправляют, там тоже книги есть, там можно куда-то зайти. В школе постоянно, везде присутствует книга. Посмотрите, школьная библиотека, она же не работает, знаете. Библиотекарь, который есть, у него же он не библиотекарь, у него какая-то должность такая непонятная. Это воспитатель, который должен быть. Помните, я помню себе, это воспитатель, который со мной работал. Барис, ты смотри, вот это, вот это есть, этого же нет. Михаил, а вы испытываете эту ностальгию по библиотекарю? Я прямо сейчас вспомнил одну историю. Я входил в нашу школьную библиотеку, читал книжки, она преподаватель по литературе, она ходила, потом она рассказывала, что это было негласно, ходила и смотрела, что читали ее ученики. И буквально случайно мне попалась книжка «Бег с Ледиардом». Это был какой-то 90-е, наверное, год, 88-й год, совершенно случайно. Была в школьной библиотеке? Она была в каждой школьной библиотеке. Она мне попала в школьной библиотеке, и она так меня поразила, что я с тех пор начал бегать и вот до сих пор не остановлюсь. То есть вот книга, может быть, которая очень сильное влияние на мою жизнь оказала. Чувствуете? То есть если бы не было этой школьной библиотеки, я, может быть, никогда бы не занимался бегом. А в целом, мне кажется, интересно чтению или не интересно чтению. Чтение, оно же конкурирует сейчас с очень могущественными такими медиа. Ну, тут тоже Facebook, другие социальные сети. То есть люди читают больше Facebook, чем книжек. Опять же, мы производим какое-то колоссальное количество контента. Люди с утра просыпаются, и прежде чем они идут зубы почистить в туалет, они проверяют электронную почту или Facebook. То есть в целом чтения много, но качество этого чтения, то есть оно разное, оно разное. И мне кажется, вот мои личные наблюдения, что сейчас стабилизировалось количество людей, которые читают книжки. То есть я много езжу в метро, я много вижу людей, которые с ридерами. Кто-то, я прям считаю иногда, кто-то больше в метро участвует с людей с ридерами, чем с книжками. Есть там кто-то что-то с девайсами своими делает. Там 15 лет назад никаких девайсов не было. Мобильный телефон стоил, сколько автомобиль. Ты не мог себе в метро представить, чтобы кто-то играл в такой гробик. Но я считаю, что сейчас стабилизировалось количество читающих людей. Вот, по крайней мере, наши продажи и прогнозы не говорят о дальнейшем падении. Есть разные сегменты, в которых там падение больше, меньше, где-то идет рост. В детской литературе идет рост. Но в целом я считаю, что мы нашли какую-то точку, дальше которой мы не падаем. Читающих во всех сегментах населения? И молодежь, и пожилые люди? Ну, у меня нет количественных исследований. Я могу поделиться только своими ощущениями. Но мне кажется, что люди, которые там за 30, они читают все-таки больше, чем люди, которым там меньше. У меня сейчас маленький ребенок второй, и у меня на время на чтение остается меньше времени, потому что ты вечером, у тебя было такое преимущество, ты мог вечером посидеть, спокойно почитать. Сейчас у нас ребенок в постели, которого надо усыпить, и потом скорее самому поспать, потому что ты встаешь в день. Но как ребенок подрастет, у нас с женой будет больше времени на чтение. И мы недавно рассмотрели, у нас стоит такая огромная полка хороших книг, которые нужно прочитать. А структура чтения остается прежней? Вот соотношение массовой и качественной литературы. Вот я вам книгу, которую положил, да? Да. Это как раз и есть. Как читать великие книги? Это важный фрагмент. Я знаю, что я им все время перед ними кланяюсь, потому что они выпустили вот эти две книги, Адлера. Это как раз и есть то, то, что человек чем должен овладеть. Он обязан это знать. Это необходимо. Это как раз его привычки. Мы не говорим, что много надо читать. Нет. Надо правильно научиться читать великие книги. Или Сократ, Аристотель. Это мы, вот эта платформа для каждого личности. А потом уже читать, говорить, писать, разговаривать. И самое главное, вести диалог, выступать. Это все отсюда идет. По ступенечкам. Человек поднимается или нет. Я был электронщик, ну, как-то любил книги. А потом в 45 лет пошел полиграфический и решил, что это мое. Потому что, во, пожалуйста. А что? С этой маленькой книжечки, которая началась. У меня мама работала на детской книге. Ну, и вот брошюрки приносила. Вот это все и пошло, как вы говорите. И у меня тоже это самое. Любовь к полиграфии? Ты знаете, наверное, нет. Любовь к тому познанию. Вот это, сам по себе. А вот это, вот это. Когда я первый купил журнал «Вопрос философии», я не понимал, почему. Но я купил это все тогда, издавалось в СССР. Но это тоже какой-то элемент. И когда я стал кандидатом философских наук, это все дало, дало очень многое, что я напитался вот этим всем, да. И я теперь свободно могу вот любое произведение о нем написать. Потому что я чувствую его, я его ощущаю, нутро писателя. Знаете, вот это очень важный момент. Поймать, а что писатель хочет тебе передать? Чем он хочет тебе поделиться? Вот этот фрагмент, он самый-самый важный. Здесь он ни с кем не делится. А вот там он делится с тобой. И надо поймать, уловить для себя и передать. Ну, это культура чтения, умение читать. Я вот сейчас думаю, учит ли наша школа умение читать книги? Умеют ли вообще люди, выходящие в жизнь, сейчас школьники, студенты, общаться с книгой? Моё впечатление, что это большой пробел. Большой пробел, и он, к сожалению, уменьшается. Уменьшается так, как пропаганда, я уже так могу сказать, пропаганда, чтение как такового, его нет. Есть разные, там, вот надо читать, читать это не то. Человека никогда не заставишь, его нельзя заставлять. Им надо показать, что вот это тебе необходимо, без этого сложно тебе будет в жизни. Это насыщение себя. Ты видишь, найдёшь свою гениальность, вот ты выстрелишь. Ну, а если вернуться к вопросу о бумажной и об электронной книге. Вот Михаил Иванов, который у нас присутствует, он, ещё раз обращусь, написал вот этот вот текст «Будучая книжная индустрия». И там как раз он говорит о том, что вот новая модель книгоиздания, да, где существуют большие платформы, на которых люди могут сами издавать свои книги, и затем они будут доступны в электронном формате, собственно, очень много больших позитивных эффектов. Книги будут дешевле, книги будут доступнее. Это всё так, Михаил? Ну, пока у нас нет такой платформы, то есть есть Kindle, которая есть на Западе, и ты внутри Kindle можешь сделать селф-паблишинг. На самом деле, вот одна из самых больших хитов последних лет, это на 50 оттенков серого. Да, серого. Это же книга, которую я издал сам из Дата, и после этого, после того, как она получила такую популярность, её купил, её купило издательство традиционное, и уже начало издавать. Вот это очень хороший пример того, как эта платформа сработала. И внутри Kindle есть, наверное, тысячи, или есть не десятки тысяч тех, кто таким образом пытается продавать свои книги. Но здесь опять вопрос, как выделиться в этих десятках тысяч рукописей. В России такой платформы пока нет. То есть, ну, может быть, и она есть, я её не знаю. То есть, где авторы могут самостоятельно попубликовать и продавать свои рукописи. Да, вот я поэтому и говорю, что будущее создания информационной платформы. Это на самом деле и биржи, которые должны быть. Книжные биржи, которые как раз и повысят. Тех, кто не может выстрелить. Писатели, прозаики, поэты. Обратите внимание, что с поэтами у нас, что с поэзией. Это очень тяжёлый, сложный момент, что без поэзии нельзя. Я не могу. Если Евтушенко, я ещё вот отсюда я Евтушенко знаю. Ну, как без поэзии можно? Это же... А поэзия, скажите, вот поэзия, это в основном что, на деньги самого поэта издаётся? На поэзия же, если это не переиздание больших, там, суть, тиражей Бродского или какие-то очень модные поэты, типа Веры Полосковой, ведь невозможно фактически. Всё идёт, конечно, сам. Потому что... Ну, сейчас я писал там рецензии. У нас есть клуб достаточно любопытный, где поэты собираются. И как бы вот сейчас они делают сборник. Там каждый поэт, ну, по пять, по десять своих лучших произведений. И вот я здесь на каждое произведение написал свою точку зрения. Значит, вот она скоро выйдет. Ну, я вам подарю. Знаете, здесь вот что? Вот посмотрите. Клуб, который начинает уже работать. Он как бы раскрывается. Прозаики, которые есть. Вот это всё должно быть... Вот площадка должна быть. Мы говорим здесь. Но для того, чтобы друг друга узнать, вот там должна быть площадка в облаке или там, неважно, да, где мы даже можем общаться, разговаривать, да, и друг другу что-то передать. Мы сейчас о чём говорим? Фейсбук, там, всё это нормально, всё это хорошо, всё это тоже приемлемо. Но для других людей нужно немножко другое общение. Почему клубная работа в Библиотеклобусе? Вы приходите поговорить, философский клуб посоветует поговорить. Вот у меня такая точка зрения о чём. Вот человеку этого не хватает. Ему не хватает общения. Мы разделились, разбежались, так же, как и СНГ, да, но мы всё равно соберёмся, нам некуда от этого деваться. А вот это общение, которое нам не хватает, очень-очень сильно. Поэтому Библиотеклобус пошёл по этому пути. Это очень важный фрагмент. Михаил, вот такой же вопрос относительно, так сказать, книг, которые продаются, продадутся, и книг, которые не продадутся. Вы изначально, скажем, ваша издательская политика, вы на коммерческий результат нацелены? То есть вы публикуете те книги, которые продадутся, или у вас некое, так сказать, то, что называется из-за big picture. Некое, так сказать, вы хотите занимать некий сегмент рынка, и некие книги вы публикуете, зная, что они не будут представлять из себя коммерческого успеха, но, тем не менее, они помогут вам удержаться в этой нише. Но практически мы стараемся не издавать те книжки, на которые нет интереса. Если нет, то есть они не продаются, значит нет интереса. Вот хороший пример. Мы сейчас самый большой издатель спортивных книг. Никто до нас не издавал такого количества спортивных книг, связанных с циклическими видами спорта. Это, видишь, ваш личный вклад, можно сказать? Это вклад в школьные библиотеки и лидер. Все началось оттуда. И если бы мы не смогли взрыхлить эту аудиторию, то есть вот как, если любое другое издательство просто издало бы книжку по плаванию, или там по бегу, или по велоспорту, она бы провалилась. Но поскольку мы целенаправленно работаем с этой аудиторией, у нас есть база данных тех людей, которым интересна эта книжка. Мы делаем рассылки для них, мы собираем от них информацию, что нам было бы интересно. То есть это вот такая узкая работа с сегментом, которого, по сути, не существовал. И как раз нам это дает возможность поднять интерес к такому сегменту. В целом он есть, но он очень распределен. И если ты целенаправленно с ними работаешь, ну как с поэзией. Если у тебя есть те люди, которые в целом тебя читают, если есть, не знаю, 50 тысяч человек, которые ценят твои стихи, ты вполне можешь издать книжку и продать им эту книжку. И так же, в общем, со спортивными книжками. Поэтому мы всегда, поскольку мы компания прибыльная, и мы компания коммерческая, мы нацелены на то, чтобы книжка продавалась. Вопрос, что мы не всегда можем предсказать, продается она или не продается. Но в целом, говорю, что если мы работаем с аудиторией, то есть очень высокие шансы. Ну вот знаете, да, очень хороший пример здесь. Вот сейчас я действительно начинаю понимать, насколько нужны вот то, что вы называете сомелье. Роль издательства, роль книжных магазинов, потому что, казалось бы, подойди с абстрактной бизнес-моделью. Вот есть как бы бесконечное количество читателей и бесконечное количество текстов. И вот есть интернет, и любой текст можно издать в электронном виде, доставить для читателя. И, казалось бы, зачем посредник? Но вот тут-то выявляется роль посредника, который формирует рынки, формирует читательские сегменты и ниши, и затем уже для них начинает производить какой-то продукт. Вы знаете, это очень важно. Сейчас мы приходим к тому, что мы постоянно изучаем. Мы как бы проводим опрос у себя внутри, кто читает, кто приходит к нам. Все средние поколения, знаете, я многим был удивлен, да. Вот представляете, вот мы с чего начинаем? Детский клуб «Библиошь». У нас уже там четвертое поколение идет. Ему уже 10 лет. Мама. Маленькие вот это приходят. Потом среднее звено, которое есть. Там тоже, знаете, вот мне кажется сейчас, вот то, что происходит, да. Вот что такое спорт? Вот как мы можем с вами без спорта? Можем? Мы не можем. Не можем. Не можем. Присутствующих в этой студии не можем. Не можем. Это нам дает положительный эффект? Питание нам дает положительный эффект? Ну, если такое, да? Верно. Отсюда, что бодрость это, значит, мы с вами приглашаем много информации, перерабатываем и у нас вот выстраивается о том, что я или это сделал, или это сделал. То есть, постоянное общение, да, общение, да, между издателем непосредственно и кто это будет приглашать, кто это будет брать. Вот это, мне кажется, все то, что мы статистику имеем, то, что мы видим происходящее. Мы не потворствуем плохому, мы стараемся найти вот эту середину, чтобы он чувствовал и заразился этим. Ну, что я могу... Инфекции. Да, да, хорошей инфекцией. Ну, что я могу вынести из этого разговора? Собственно, ответы нет, нет и нет. Нет, что не исчезнет бумажная книга, нет, что не исчезнут книжные издательства в эпоху интернета, и нет, что не исчезнут книжные магазины в эпоху Амазона. Потому что действительно нужны, во-первых, носители аналоговые вот этого знания, как, я не знаю, там, Борхес тот же вспоминается, который чувствовал присутствие книг в своем доме. И нужны люди, посредники, которые формируют рынки, которые направляют спрос, без которых до нас не будет доводиться информация о нужных нам книгах, о которых мы, может быть, даже и не знаем о своих собственных посредниках. Так что в этом отношении я вижу все-таки будущее. И хотел бы закончить тем примером, который здесь Михаил приводил, о том, что где есть определенное количество музыкальных школ, там нет преступности. Видимо, то же самое касается книжных магазинов и библиотек. Так что на месте нашего государства я бы инвестировал не столько вооружение, сколько в государственные программы помощи издательствам, книжным магазинам, библиотекам. И тогда бы, может быть, меньше нужно было охранников и полицейских на наших улицах. Это была программа «Археология». В гостях у нас были главный редактор издательства «Ман Иванов и Фербер» Михаил Иванов и президент торгового дома «Библиоглобус» Борис Есенькин. Я Сергей Медведев. Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...